На заседание руководящего органа, комитета, Московского регионального отделения общероссийской организации ветеранов вооруженных сил, на Чкаловскую съехались председатели местных объединений из всех муниципальных образований области, которых насчитывается более 30. В их работе участвуют более 15 тысяч членов. Здесь же, во Дворце культуры имени Чкалова, в декабре прошлого года прошла четвертая конференция организации, которая приняла ряд решений, в том числе направленных на активизацию работы ветеранского движения в городских округах и районах. Этой же теме было посвящено и заседание, на котором руководящий актив ветеранской организации обсудил меры по усилению военно-патриотического воспитания молодежи, по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и наметил задачи по укреплению рядов организации. Центр тяжести всей нашей работы непосредственно должен находиться в муниципальных образованиях. В наших местных отделениях. Поэтому вопрос о том, насколько эффективно, насколько организованно и плодотворно работает наше местное отделение, зависит в целом показатели и нашего оригинального отделения. Наш авторитет и наши показатели по ряду позиций. Перед участниками заседания выступил председатель попечительского совета организации, депутат Московской областной думы Владивир Шивцев. «Задача каждого из нас, независимо от места своей работы или места проживания, очень активно участвовать в встрече с молодым поколением и действительно рассказывать о том, что происходило в вооруженных силах и происходит, что сделали люди, которые носят погоны, что делают люди, которые носят погоны для своей страны». В работе Московского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов вооруженных сил Российской Федерации активно участвуют офицеры, которые прошли через горячие точки, героически исполняли свой служебный долг во время войны в Афганистане. Им на заседании были вручены памятные медали. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково»